Приветствую вас, Михаил. Значит, первое, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на то, что вы не задаёте вопрос свой. Это такая некая инфантильность, знаете, то есть вроде бы и текст написали, и вопрос задали вип, да, то есть не бесплатный, то есть вложились в вопрос, да, не гадаю. Вот, а вопрос не задали, то есть нет вопроса. Ну да, вот есть у вас проблема, что вы себе не можете разобраться, но вот есть проблема, что вы более, так сказать, углублены в себя, да, более стеснительны, более скромны и так далее. Есть проблема. А вопрос-то где? Мать-то. Не понятно. Можно ли решить вашу проблему за один ответ? Нет, нельзя. Ну, конечно, какие-то рекомендации я дам, но нельзя решить вопрос за один ответ. Нужна индивидуальная работа с вами. Нужна интервью, чтобы выяснить аспекты определенные. Вот. И нужно разбираться, 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 разбираться. Работать нужно. Мне нет уверенности, что вы к этому готовы. Мне нет уверенности в том, что вы реально готовы работать. Ну, я рад ошибаться, рад был бы ошибаться, но уверенности такого у меня нет. Теперь по поводу еще одного момента, который вы вот тут написали, да? Это то, что вы живете с родителями. То, что после работы вы возвращаетесь к родителям. То, что вы живете, по сути, с ними, да? Ну, влияет на вас далеко не самым лучшим образом. В каком смысле? Далеко не самым лучшим образом. В том смысле, что вы чувствуете себя действительно ребенком. Кхм. Чувствуете себя Несамостоятельным. Чувствуете себя Незначимым. Понимаете? Отчасти из-за этого. И... Целей у вас никаких нет. Потому что... Ну, а откуда могут взяться цели, если вы ребенок? Если вы ребенок своих родителей. Да? И вот, думается мне, что первая цель ваша, это сепарация от родителей. Ну вот. И... Соответственно... Отход... От восприятия себя... Так, как видят вас родители. Это первая цель. И... Равно как и девушку искать, вам будет легче, когда вы будете жить отдельно от родителей. Кстати, а зачем вам вообще девушка? Вот вы говорите, чтобы меня любила. То есть, вам получается не хватает любви. Вам не хватает собственной значимости. Да? Вот. И... Коли так, то... Девушка... Видится вам, как некое такое... Средство... По... По... Достижению... Вот этой вот своей цели. Ну... Цели... Вот что-то... Получить любовь. То есть, внутри вас... А любви, как таковой, нет. Получается. К себе. Но это естественно. Потому что вы молчите, да? Вы молчаливый. И так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, здесь, конечно... Все довольно предсказуемо. Вот. Другой вопрос, что с этим делать, да? То есть, сперва нужно... Работать над своей самооценкой, сперва нужно поднять свою самооценку, потом уже можно будет и с девочкой строить отношения. Потому что... Ну... Дело даже не в том, что вы, как говорите, вы убогий, да? Это занятие на самооценка. Дело немножко в другом. Дело в том, что... Какого мужчину получит девушка? Понимаете? Какой мужчина с ней будет? Вот. И я так полагаю, что вы испытываете определенные проблемы с тем, чтобы идентифицировать себя с каким-либо мужчиной. Вот. Здесь, конечно, и отношения с отцом. Вот. Вполне вероятно, что... Не очень хорошие отношения с отцом. Либо он у вас... Очень мягкий, либо... Отстраненный, либо очень... Подавляющий... Вас. Вот. Ну, то есть, это в любом случае... Как бы... Из-за этого. В этом дело. В любом случае. В модели... Мужского поведения. Поведения. У вас. Да? То есть, от родителей, грубо говоря, нужно отходить. От родительских... От позиционирования себя, как ребенка, нужно отходить. Это вот вам первая цель. Первая цель. И это дело. Дальше. Значит... Ммм... Ну вот. То есть, вы... Пишите, да? Под того, что вы убогие. Значит... Это мы пока оставим. Вы пишите, что... Во всем отстаёте от сверстников. Да? Это... Невроз. Когда вы... В глубине души... Считаете... Чувствуете... Чувствуете... Что... Вы... Лучше. Что вы... Ну... Достойны лучшего. Да? Вот. Вы чувствуете, что вы достойны лучшего. Но... А... В действительности у вас не получается... Реализоваться. Потому что вы... Ну, скорее всего, не умеете выражать свои чувства. Вот. Скорее всего, вы не умеете выражать свои чувства. А... В психологии этот сценарий называется... Ммм... Без успеха. Что-то это запрет на успех. Вот. А... А... Или... Или... Или без радости. Без радости. То есть, вот... Чувства у вас есть, но... Радости вы не... Не испытываете. Вот. Соответственно, в интернете вы можете посмотреть этот сценарий. Сценарий без радости. Вот. И... Уже... Вам... Ну, по крайней мере, вы будете иметь представление о том, что с вами происходит. На данный момент. То есть, запрещается делать что-либо для себя. Ну, такой, знаете, такой негласный запрет. То есть, ваши родители, они, конечно, так-то вот на словах говорят, что... Что вы... Должны... Чего-то добиваться. Что вы... Должны... К чему-то стремиться, это безусловно, но это на словах. Это на словах. А на деле, на деле, конечно, ситуация совсем по-другому. Складывается. Вот. Что-то. На деле, они вам, скорее всего, не дают достигать успеха. Вот. Ну, то есть, как-то, значит, внущают вам, что вы, ну, не справитесь, не достойны, не сможете и так далее. То есть, ведь, ведь у вас, эээ, вот это вот самое, эээ, понимание того, ээээ, что вы не способны, эээ, на что-то. Оно же у вас, эээ, не взялось из ниоткуда. Да? У этого же есть свои какие-то, эээ, причины, истоки, основания. И взялись они, скорее всего, именно, именно от родителей. Ну, а иначе, как объяснить, что 23 года, да, работая, вы не живёте один. Вот. Ну, скорее всего, родители хотят, чтобы вы были у них под боком. Вот. То есть, эээ, они могут вам говорить, что вам уже пора жить одному, да, например, ну, в теории. В теории. В теории. В теории. Они могут так говорить. Эээ, но, при этом, их действия, прямо, противополосны. Естественно, это нужно анализировать. Дальше, эээ, в том, что касается того, что вы убоги. Это непринятие себя. Непринятие своих чат и, соответственно, эээ, позиция, согласно, эээ, который в вас или у вас, эээ, по вашему мнению, эээ, не должно быть, там, определённых черт, качеств и так далее. Вот. И, или наоборот, те качества, которые есть, они являются, вообще, эээ, абсолютно неприемлемыми, эээ, негативными, там, и так далее. Вот. А, на мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужна работа с самооценкой, да, то есть, эээ, вот, работа с вашими, с вашими представлениями о себе и, эээ, с, значит, чувствами, связанными с этим. Ну, вот. На мой взгляд, эээ, на мой взгляд, эээ, история, она выглядит вот таким образом, примерно. Ну, вот. Тут, конечно, есть элемент ещё и сравнивание, эээ, себя, с другими людьми, скорее всего. То есть, вот. Приверс, привернесение, эээ, других над собой. То есть, эээ, то, что делают другие, эээ, для вас важно, вы на это обращаете своё внимание, а то, что делаете вы, вы обесцениваете. И даже что-то не так важно. Вот. Дальше вы пишете, эээ, такую историю, да, что, значит, планы по работе редко выполняю, эээ, вовремя, так как люблю не спеша. Вы понимаете, эээ, с любовью, эээ, к тому, чтобы делать что-либо не спеша, эээ, тоже, мне кажется, нужно разбираться. И, на самом деле, эээ, ну, не просто так, потому что, эээ, ну, пожалуй, начнём с того, что я вам, эээ, не верю. Я не верю, что вы, эээ, эээ, любите не спеша. Почему? Потому что, эээ, если бы вы действительно любили бы, эээ, делать что-то не спеша, то вы бы, эээ, не работали бы там, где вы работаете. Понимаете, какая история. Ну, эээ, раз вы работаете там, где вы работаете, значит, вам всё-таки либо нравится работа, либо что-то ещё происходит. То есть, ну, вот, эээ, на мой взгляд, это у вас защитная реакция. То есть, лучше я буду делать не спеша, да, и буду находиться в определённой, значит, ну, категории, в определённой своей категории, вот, в которой у меня не будет конкурентов. Чем я попробую, значит, эээ, сделать что-то, что нужно, да, сделать. Я попробую сделать что-то, что необходимо сделать. И получу, соответственно, значит, эээ, ну, неудачу. Да? Эээ, и здесь мы имеем эээ, страх неудачи. Соответственно, восприятия, эээ, ошибок, как чего-то негативного. И, эээ, установки, то есть, эээ, понятия, понятия о том, что есть такое ошибка, что она сначит. И как на неё, там, грубо говоря, эээ, нужно реагировать, как на неё правильно реагировать, что она из себя представляет, это самая, эээ, наша ошибка. И так далее. Вот. Мне кажется, что, эээ, подобный аспект тоже важно будет разобраться. Потому что, вот, вот это вот, ваше, эээ, я люблю не спеша, да, оно, ну, конечно, как бы, навевает мысль о том, что вы не так, чтобы очень, заинтересованы в том, чтобы, ну, что-то исправлять, да. То есть, вы либо признаёте, что вы любите не спеша и ищите подходящую работу для себя, в этом плане. Либо вы признаёте, что вы не любите не спеша и занимаетесь уже чем-то другим. Далее. Мечты. Эээ, мечты. Вот, мечты, мечты, это другая сторона вашего, ну, скажем так, существования. То есть, с одной стороны, есть сферы и будни, да. И, эээ, ваша же сфера жизни. Работа, в которой, в которой вы, эээ, не можете реализоваться, да. Кстати, а работа-то вообще нравится вам. Вот, значит, эээ, отсутствие девушки, там, и так далее, и так далее, и так далее. И, с другой стороны, есть мечты. Мечты, которые, эээ, как бы, компенсируют эээ, ситуацию. То есть, они, как бы, эээ, помогают вам не сойти с ума в этой истории, когда все достаточно плохо, все достаточно, эээ, ну, неудачно и так далее. Вот, но мечты вместе с этим, это не только ваше желание, это еще и определенный образ, эээ, поведение, определенная модель поведения. Какая? Модель поведения здесь, если угодно, эээ, это модель поведения избегания. То есть, вы избегаете, эээ, ну, проблем, вместо того, чтобы их решать. То есть, вместо того, чтобы решать свои проблемы, вы избегаете мечты. И такая модель поведения, такая модель, эээ, такая позиция, она связана, опять-таки, с детства. То есть, эээ, в детстве вы, вероятно, не имея, эээ, возможности, эээ, решить свои какие-то проблемы, не имея возможности, эээ, что-то изменить, на что-то повлиять, в силу того, что вы были маленьким, эээ, вы привыкли уходить в свои мечты. Вот. Но, тогда вы были действительно, эээ, маленьким и действительно ничего не могли сделать, тогда. А, сейчас, вы уже в дрофе, вы уже большой, и вы вполне можете уже что-либо менять. Надо только, эээ, вот, изменить, эээ, решение, как бы найти, грубо говоря, точку входа в это решение. В решение, согласно, эээ, которому вы, эээ, вот, уходите в, эээ, мечты свои. Вместо того, чтобы, значит, эээ, реально, эээ, вкладывать что-то, да, то есть прикладывать какие-то усилия для того, чтобы, ээээ, значит, жизнь у вас, ээээ, нормализовалась. Эээ, ну, это, опять же, нужно отслеживать, что-то, я, эээ, предлагаю здесь работать в, ээээ, в, ээээ, в возрастной регрессии, вот, работать с эээээго-состоянием, эээ, ребёнка, вот, и, соответственно, уже, исходя из этого, эээ, меня, менять, то, как вы воспринимаете себя и окружающих. В любом случае, мечты, это очень здорово, когда они служат человеку стимулом для того, чтобы он что-то сделал. И, совсем, ээээ, совсем, ээээ, не здорово, когда, эээ, значит, ну вот, ээээ, человек использует мечту, как, ну, как ценность в себе, скажем так, вот. На мой, на мой взгляд, это не есть хорошо. Далее вы пишете, сам по себе я уверенный человек, эээ, но только по каким-то мелким делам, где особо не требуется личная инициатива. Например, нет работы для меня, ээээ, сложное дело, ээээ, значит, ээээ, просто выпадать моего мирка. Какую выгоду вы получаете за пороть и находите в своем мирке? Вот, подумайте. Какую выгоду? Вы говорите, сам по себе уверенный человек, но только где нет личной инициативы. Правильно, потому что личная инициатива опирается на самого человека, а вы себя чувствуете убогим, не принимаете себя. Из-за этого личной инициативы нет, что логично, поэтому, соответственно, будете себя принимать, как только вы измените представление о себе, эээ, сможете, эээ, проявлять личную инициативу, естественно, постепенно, естественно, постепенно. Вот, ну, здесь опять вы пишете про других людей, то есть сравниваете себя, я бы это выделил, выделил, эээ, в отдельный момент, почему, почему, с какой целью вы сравниваете себя с другими, откуда это пошло. И задам вам еще один вопрос, почему 4 года вы работаете? Что-есть, 19 лет вы работаете, а не учитесь нигде, почему не пошли учиться? Вот, эээ, дальше, смотрите, вы пишете, ээ, я мечтаю о том, чтобы найти работу, на которой будет все идеально, красивую девушку, которую будет любить, эээ, свое жилье, дорогую машину, вот эти все вещи, да? Вам не кажется, что, вот, то, что вы описали, эээ, не может быть целью в себе? То есть не может быть целью, ээ, встретить красивую девушку, которая бы вас любила. Почему? Потому что, если вы хотите красивую девушку, чтобы она вас любила, если вы хотите, значит за этим стоит какая-то потребность. И если за этим стоит какая-то потребность, то эта потребность волей-неволей будет влиять на то, что вы делаете. И, соответственно, девушку, фу-девушку вы не встретите, потому что красивая девушка должна мужчину уважать своего. Вас она, скорее всего, уважать не будет, потому что вы будете зависимы, вы зависимы будете, как бы, в ней нуждаться, вот. Ну и, знаете, красивая девушка, которая будет любить, это, как-то, знаете, ну, достаточно не по-взрослому, что ли, то есть, что такое красивая девушка, то есть, что такое красота, да? Вот. Кто сказал, что одна девушка красивая, а другая, например, нет, допустим? Это один момент. Второй момент. Любить. А если девушка будет любить вас так, как вам не будет нравиться, как вы не будете, ну, как вот, как вы не приемлете, что тогда в этом случае быть как? Ну вот, знаете? Нет. То есть, это всё такие обговорки. Сам факт того, что вам нужна девушка, уже говорит, к сожалению, о том, что вы не готовы сейчас к серьёзным таким здоровым отношениям. Вот. Ну, просто потому, что у вас другие потребности. То есть, вступая в отношения с девушкой, да, вступая в отношения с ней, предполагается, что вы будете отдавать ей что-то. Понимаете? А вы, вы же хотите получать, и вот это вот на корню убивает любой, любое проявление ваших отношений. Самое интересное, что вы и к себе относитесь так же. Вы говорите, что вот я убогий, я не достойный отношений. Ну, разве любовь и отношения, это не безусловное принятие, принятие другого человека? Правильно, безусловное принятие. А какой человек может, безусловно, принять другого? Только тот, кто принимает себя. Поэтому, чтобы принять другого человека, нужно принять себя, а это работа. Вот. Ну и подумайте о том, вот как вы будете себя чувствовать. То есть, вот для чего это всё? Для чего это всё? Вот то, что вы перечисляете. Машина, там, работа, девочка, жильё. Для чего это всё? Как вы себя будете чувствовать? Попробуйте выделить, выделить в одно, выделить в одно все вот эти желания. Подумайте, что это. И как вы можете это реализовать здесь, здесь и сейчас. Прямо здесь и прямо сейчас. Как вы можете это реализовать? Ну, реализовать. Вот. Вот. Это вам будет такое направление. По гендерам, по гендерным отношениям, ещё можно дать множество рекомендаций, да, но я полагаю, что это имеет смысл делать только после беседы с вами, чтобы лучше понимать, какие именно у вас проблемы с девочкой, чтобы, ну, не нагружать вас, вот, лишней информацией, так сказать, сейчас. Вот. А что касается целей, да, это вот такой последний будет у нас пункт, пункт, что касается целей и того, что, ну, чем бы вы могли заниматься, да, например. Вот. Что касается целей. А здесь, я думаю, ситуация складывается так. Вы можете либо ориентироваться на свои ценности, ценности вообще, ценности как таковые, да, то есть, что для меня самое важное, что для меня самое ценное, что я уважаю, что я ценю, что считаю основополагающими принципами и так далее. Ну, вообще в культуре, вот, в восприятии. Вот. И отталкиваться уже от этого. Либо, либо вы можете ориентироваться на то, что у вас, допустим, лучше всего получается. То есть, ну, просто, что лучше всего у меня получается, что лучше всего, что у меня легче всего получается. Какой процесс мне доставляет больше всего удовольствие. Например. Это тоже достаточно важные моменты, если мы хотим вам как-то помочь, если мы хотим разобраться с тем, что с вами происходит. Вот. Мне представляется ситуация такой. Мне представляется ситуация вот следующим образом. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok